Свой маленький Париж может быть в любом городе, если, к примеру, Эйфелеву башню распечатать на 3D принтере. А позволяет это сделать уникальная разработка самарских предпринимателей – станок плазменной резки. С помощью него можно изготовить конструкции абсолютно любой сложности. Станок режет лазером любой металл. Толщина листа может быть от миллиметра до ста. Фигуры, узоры и формы задают в специальной программе на компьютере. Во многих сферах сейчас применяется, начиная от строительства. Самое элементарное – это урны, например, делают металлические. Собственные уникальные разработки предприниматели демонстрируют на восьмом международном форуме Самарской платформы развития бизнеса. Единственная в области осетровые фермы только начинает свою историю. Но уже через пять лет Самара может стать крупным поставщиком черной икры. За счет установки замкнутого водоснабжения для рыбы создаются идеальные климатические условия. Повышается продуктивность, повышается скорость роста развития. И это дает возможность в кратчайшие сроки вырастить высококачественный продукт. На форуме много социальных инициатив. Универсальный гусеничный подъемник – аналог зарубежного, только в разы дешевле. Незаменим там, где невозможно построить лифт или пандус для инвалидов-колясочников. Подъемник мобильный, разбирается и собирается за минуту. И поместится в любой автомобиль. Производители предлагают таксистам взять на вооружение такое оборудование. Поскольку такси существует, но, к сожалению, пока оно оборудовано только внутренними средствами подъема. А дальше инвалиду или колясочнику добраться проблематично. Более ста проектов предприниматели Самары и других городов представляют в этом году на бизнес-форуме. Кроме того, это и площадка диалога между самими предпринимателями, а также между бизнесом и властью. Благодаря этим форумам происходит бизнес-контакты, который способствует созданию новых производств, расширению продаж продукции. И для города это рабочие места, это дополнительные налоги. Самарский бизнес должен развиваться. Депутатский корпус для этого сделает все. Завтра на заседании Думы мы принимаем решение о налоге на имущество физических лиц, о льготной ставке на 4 года. И это тоже поможет самарскому бизнесу. В рамках форума администрации Самары и бизнес-сообщества «Деловая Россия» подписывают соглашение о сотрудничестве. О развитии малого и среднего бизнеса говорят и за круглым столом по вопросам предпринимательства. Эксперты обсуждают финансовое выживание компаний в условиях кризиса и поддержку отрасли государственными рычагами. В Самарской области реализуются программы, способные не только сохранить бизнес, но и помочь ему развиваться.